Рекомендую посетить мой магазин игр. Здесь продаются топовые игры, такие как GTA 5, CSGO, Battleground по нереально низким ценам. Заходи и покупай, ссылочка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Mechanic. Сегодня у нас Beam Engine Drive и сегодня будет прямо как в Арабских Эмиратах. Вот знаете, там же часто проводят такие гонки, подъем по песчаной горе. В общем, сегодня мы будем пробовать с вами то же самое. У меня есть несколько вариантов машин. Ну, соответственно, все, которые есть, мы и будем тестировать. Будем использовать джипы, внедорожники, ну и те, кто, в принципе, может это проехать. Ну и что, погнали, погнали, посмотрим вообще, насколько это и как это вообще реально сюда забраться. Нет, нереально. Так, давай, едь давай, да что ж встало-то, а? Вот эти долгие переключения коробки передач. Понятное дело, что здесь не будет вот этих поломок, но посмотрите просто, насколько тяжело, насколько, черт возьми, тяжело дается вот это все вот выкханалие, вот это песчаное все. В принципе, ну вроде как он едет, но очень-очень-очень тяжело, очень-очень-очень, нереально тяжело ему, смотрите сами. Хотя вот тут, вот тут, в принципе, поехал, по-моему. Да, вот тут уже пошел, как бы, не знаю, есть ли смысл забираться дальше в гору. Я вначале сделал небольшие такие, ну типа, как-то небольшие препятствия, чтобы, может быть, какая-то машина с более слабым двигателем не сможет забраться. Но этот, в принципе, вроде как пытается ехать. Сложновато ему, конечно. Так, подождите, а что если я сделаю? Вот так вот, на первой передаче. Так. А как вторую-то включить? Я что-то забыл уже, как вторую включить. Не-не-не, подожди, вот. Вот так вторую, да? Да, смотрите. Короче, на ручной коробке можно подниматься. В принципе, уверенно, уверенно едет за 50 километров. Ну и посмотрите просто, насколько, насколько высоко и насколько полого находится эта гора. В принципе, да, он может это сделать. Ладно, это уже неинтересно становится, поэтому давайте какую-то другую машину. Я надеюсь, что найдется та машина, которая не сможет заехать, потому что это был такой просто тестовый какой-то вариант у нас. Так, давайте начнем с самых таких, самых стандартных, самых низов, так сказать. Вот этот я хочу попробовать. Он достаточно коротенький такой. Или вот этот. Давайте вот этот попробуем. Так. В основном, насколько я помню из видео, они используют всякие, как они называются, Nissan Patrol и прочее. Так. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Давай, 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 давай. Шлифует, короче. Смотрите, шлифует, как сильно. Но он не едет. Шлифует и не едет. Чуть-чуть ползет потихонечку. Я думаю, что такого сразу бы, типа, скалять. Чувак, ну все, давай отсюда, давай, сваливай отсюда. И у них там есть, то есть, ну ограничитель, естественно, и все это делается на время. У нас здесь получается, что первая машина, ну потенциально она бы доехала. Вот это все просто, видите, встала на месте и дальше не едет. Так, а что если еще на второй вообще, как бы, ну понятно дело, на второй не хочет ехать. Так, ну тогда что, не справилась она, как видите. То есть, я же говорил, что это не прям легко. То есть, первая машина, она была такая, она была заряженная. Поэтому она так легко и заехала туда в гору. Сейчас попробуем еще какой-нибудь, тоже такой простецкий вариант. И постепенно будем поднимать планку. Постепенно будут машины более крутые. Вот видите, здесь уже полный привод. Уже как бы все есть. Ой, не то, не то нажал, не то нажал. Так, D, драйв, собственно говоря. Так, подождите. Вот, вот она наша камера. Так, погнали. На драйве. Ну, едет неплохо. Неплохо, пока уверенно едет. По крайней мере, она забралась выше, чем предыдущая машина. Я думаю, что виной всему полный привод, который здесь присутствует. Смотрите, можно остановиться, и она как бы едет дальше. Неплохо, неплохо, черт возьми. А это песок, напоминаю. Это вам, это вам как бы не шутки. Песок, это достаточно серьезное испытание. И вот она может ехать. Немножечко сносит, но это вообще мелочи, потому что главное, чтобы ехала. Но эта штуковина едет вообще без проблем. То есть, можно, в принципе, делать какую-то метку здесь ставить. Ну, допустим, я не знаю где. Вот здесь что ли ставить метку, или что, или где. И можно засекать время. Давайте где-нибудь сейчас поставим с вами меточку, и за нее, соответственно, будем пытаться выехать. Так. Так, 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 так. Какую же меточку выбрать? Ну, я думаю, вот эта меточка подойдет. Оставляю ее где-то здесь, и ее нифига не видно. Блин, ну я сейчас не хочу, надо что-то другое, значит, выбрать. Не хочу я сейчас там что-то делать, менять там что-то. Короче, надо какую-то метку, которая будет стоять здесь прямо. Уверенно, 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 которая будет здесь стоять. Может быть, знак, может быть, он сможет. Ну-ка, давайте посмотрим. Хоть чуть-чуть. Ну, блин, ну хоть чуть-чуть, упирай, пожалуйста, мужик. Ну ты чё? Посмотрите, ну что же, что за бред такой? Так. С другой стороны мы можем его немножечко попробовать поднять как-то вот так вот. Во! Есть, получилось. Так. Вот, собственно говоря, наш знак. И нужно просто-напросто вот так вот проехать мимо него. Ну, хотя бы передом. И все. Этого достаточно для победы. Я думаю, что нет смысла сравнивать самые такие днинские тачки. Поэтому мы будем с вами сравнивать топовые машины. Hell Jeep, я думаю, что тоже, наверное, попадет в раздел топовых машин. Короче, здесь я выбираю вот эту сейчас. И смотрите, как мы поступим. Соответственно, старт у них в одном месте, финиш у них тоже в одном месте. Остается только засекать время. И вот засекать время, ребята, будете вы. Поэтому внимательно, внимательно сейчас следите. Внимательно следите. И вон он у нас, знак где-то там, короче. Поехали. Раз, два. А, не, не, подождите. У всех будут коробки автомат. У всех будут коробки автомат. Потому что, ну, так будет. Так будет гораздо проще и честнее. Стоп. Раз, два, три. А то я как-то стартанул, прям вам ничего не сказал. Так, едет неплохо. Едет неплохо, реально. Давай, ты чё, блин, остановился. Слушайте, ну это серьёзно. Это серьёзно. Нифига себе. Ему тяжело, тяжело подниматься. Да давай, что ли, ты чё. Чувак, давай, пожалуйста, едь. Вон он уже, я вижу знак. Ну, он явно не будет лидером. Ну, явно не будет лидером. Ну, сами посмотрите. Ну, ему тяжело, прям вообще жесть какая-то. Давай, давай, есть. Так, короче, первый у нас есть конкурсант. Пишите, кто-нибудь напишите в комментах, типа, ну, первый там такое время, второй, соответственно, такое время, третье, такое время. И мы все, как бы, это самое увидим, отчёт такой. Так, я лайкну, да, лайкну такой коммент, который увижу, чтобы он был в топочке. Так, 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 оффроуд. Наверное, вот этот я сейчас возьму, оффроуд. Короче, первый вариант у нас был такой. Там есть ещё, там, по-моему, есть ещё более мощный вот этот пикап. Давайте. Раз, два, три. Пошёл у нас второй конкурсант. Как видите, я ничего не подрубаю, то есть, все тачки в стоке полностью. О-о-о-о, да. Тяжеловато. Тяжеловато, конечно, прям нормально так тяжело ему. Может быть, ещё масса даёт о себе знать, потому что он явно тяжёлый. Он даже когда газует, он немножечко на козла такой встаёт. Давай, давай, ну пожалуйста, ну едь. Ну ты чего, парень? Ну езжай, не надо на вторую. Да не надо на вторую, блин. Просто на первой езжай. Так. Давай. Всё. Соответственно, это у нас было второе время. Погнали, следующую машину какую-то выберем. Так, так, так. Второе время. Я думаю, что надо вот эту взять ещё. Где она здесь была? Вот. Пиг. Пиг. Прямо такая вот. Она, мне кажется, классная здесь сюда зайдёт сейчас. Давайте её попробуем. Так. Раз, два, три. Неплохо, неплохо. Уверенный старт. Неплохо. Но не хватает всё равно движка. Не хватает движочка. Тяжело всё равно. Всё равно тяжело. Лёгкий он сам, но его наоборот из-за этого ещё кидает больше. Видите, как подпрыгивает? Это не круто нифига. Давай, ну ты чё, блин. Есть. Я думаю, что это самый быстрый пока. Но, соответственно, я как бы полагаюсь на вас, поэтому... Поэтому только-только на вас и полагаюсь. Так. Ну чё, погнали тогда вот эту штуку проверим. Которая была в самом начале. Давайте. Раз, два, три. Ох, ты ж чёрт. Да ну нафиг. Серьёзно? Чувак, да брось. Это вообще не смешно уже. Это не смешно, правда. Но это бред какой-то. Она медленная. Я думал, она будет гораздо быстрее. Подвеска отрабатывает, конечно, круто. Ну, в плане вот такого у кого-то лазания по грязи. Это офигенная штука. Но для наших задач, конечно, слабовато, слабовато. Четвёртая передача. Ну куда, блин, четвёртая передача? Ну давай, давай, не надо переключаться. Ну давай, 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 давай. Есть. Я думаю, что это самый медленный чувак у нас. Самый медленный чувак. Ну и сейчас топчик, собственно говоря. Собственно говоря, топчик. Я думаю, что вот это у нас должен быть победитель. Потому что мощнейшая конструкция. Очень мощный двигатель. Ну потенциально, потенциально как бы должна жарить. Давайте. Раз, два, три. Тем более никаких скоростей. Просто драйв и всё. О, нифигасе. Даже для него это сложновато. Но я вангую, что это 100% победитель. Очень быстро прошёл. Очень быстро. Всё. Я думаю, что это победитель 100%. Так. И у нас есть ещё там... Да остановись ты, ё-моё. У нас есть ещё крузак. Давайте крузак тоже проверим. Вот это что ли. Ну пофиг. Давайте этот крузак возьмём. Немножко она откатилась. Поэтому я сейчас чуточку вперёд проеду. Ну примерно где-то так вот она была. Давайте. Раз, два, три. Это соточка, ребят. Крузак сотка. Причём судя по задней двери, это типа 105. Пятка. Да ладно, ты чё, крузер? Давай. Давай, давай, давай. Ты чего? Я понимаю, что перед тобой был специально подготовленный бигфут. Ну ё-моё. Давай, не ударяй в грязь лицом. Давай, давай. Первая. Ну нафига вторая это? Ой. Ну пипец. Я очень сильно надеялся на сотку. Я думал, что она просто сейчас будет разрывать пространство и время. Но, как вы видите, нифига. Ничего она не разрывает. Никакое ни пространство, ни время. Хотя, всё хорошо. Она на первой передаче не пытается переключиться дальше. Так, ну-ка. И всё. Ну я думаю, что это тоже слабенькое время. Давайте быстренько посмотрим, что у нас может быть ещё есть какой-то внедорожник, который сможет туда забраться. Нива, может быть? Слушайте, а почему нет? Давайте попробуем Ниву. Да, чёрт возьми. Достаточно сложную обработку нашёл, ребята. Ну, надеюсь, что кто-то из вас сможет посчитать это всё и написать в комменте. Я его обязательно лайкну, чтобы он был в топчике. Так, давайте. Раз, два, три. Давай, 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 Нива, ты чё, блин? Помял. Это единственная машина, которая помялась в результате испытания. Пока неплохо. Пока неплохо. Вторая была неправильным ходом. Да, всё верно сейчас. Давай, на первую, на первую, на первую. Давай, 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 Нива. Пожалуйста, не позорься. Неплохо едет, но вот с переключениями, конечно, косяк. Но она тоже, видите, как, в принципе, как сотка. Не пытается разгоняться. И всё. Кажется, что быстрее сотки. Ну, серьёзно, кажется, быстрее сотки. Надеюсь, что это так. Потому что, ну, это Нива, блин, это наше всё, ребят. Так. УАЗ. Ну, даже, ну, УАЗ неинтересно, потому что она так не... Давайте вот эту штуку. Давайте вот эту штуку проверим. Она мощная, быстрая. Может быть, она сейчас всех порвёт. Бигфут, мне кажется, всё равно... Так, стоп. Раз, два, три. Я думаю, что Бигфут всё равно будет на первом месте. Но в этой штуке тоже есть свой потенциал. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Пошёл. За счёт шести колёс многие неровности проходятся, ну, как бы, лучше. Лучше проходятся, чем могли бы. Чем четырёхколёсно их проходят. Давай, 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 давай. Шеруди, шеруди вперёд, скорее, скорее. Всё. Ну, тоже неплохое время. Тоже неплохо прошла эта штука. Не знаю, короче. Не знаю, кто лидер. Ну, скорее всего, Бигфут. А так, наверное, нам больше некого такого проверить интересного. Можно попробовать. Ладно, давайте УАЗик возьмём. Такое уж, ну, чисто. Чисто просто для, так сказать, для статистики. Его даже можно не считать. Я думаю, что он слабенький очень. Раз, два, три. Как видите, он даже по прямой-то не особо едет, а... Чё уж говорить о подъёмах в гору. Я жму газ, чтобы вы понимали. Это УАЗ, который не смог, ребят. Как в жизни, в принципе, не хватает мотора ему. Не хватает мотора УАЗу катастрофически. Вот так вот оно и получается, к сожалению. Ну, как-то так. Как-то вот так вот и выходит. Так, ладненько, ребят. На этом будем заканчивать. УАЗ не смог пройти наше испытание. Пишите комменты, ставьте лайки, если понравилось. Не забывайте подписаться на канал. С вами был Механик и всем пока.